здравствуйте туристы милитаристы нож канцлер новинка 2017 года производства ооо пп кизляр и пусть на меня кизляр не обижается но на мой взгляд это гораздо более удачная новинка чем например крот или тот же ешь но это мое личное мнение на котором я не буду настаивать вот мне просто этот нож гораздо больше более интересен показался и более полезен и так далее так далее сразу же прозвучали сравнение этого ножа с ножом кавказский производства кизляр но я могу сказать что помимо материала рукояти основное отличие канцлера от кавказского это то что он немного длиннее и чуть чуть тоньше то есть он в принципе на мой взгляд слегка практичнее плюс у него новые нового типа ножны очень интересные то есть ножны такого плана можно считать отдельной новинкой этого года от ооо пп кизляр действительно я считаю что замечательный нужно чуть позже вернемся к ним и ну первое впечатление нож этот был у меня конечно же уже на кухне безусловно слегка для именно для кухни самую малость может быть толстоват клин потому что сам по себе клин узенький и три с половиной миллиметра на обухе это достаточно серьезная такая толщина посмотрите для такого небольшого ножичка какой у него мощный кончик просто но нереально мощный кончик то есть конечно же если сразу же начать с финала нашего разговора то сфера применения этого ножа и кухня тоже но в основном как мне видится это какая-то походная кухня это нож грибника это нож возможно рыболова это нож просто вот в человека который где-то совершать какие-то вылазки в лес если предполагается к это короткая прогулка по лесу это нож номер один то есть больше ничего вам и не нужно если это серьезное путешествие какой-то поход то это нож номер два для кухни но для походной кухни то есть если вам на вашей кухне дома три с половиной миллиметра по обуху это достаточно много то где-то именно в лесу где-то в походе возможно будет самое то то есть мне кажется вот как я вижу что основная именно идея этого ножа которая закладывается производителем то заключается в том чтобы был какой-то запас прочности какой-то запас именно вот аудорности в таком вот спокойном и безобидном по виду клиночки полная длина ножа 235 миллиметров длина клинка 116 миллиметров толщина как я уже сказал три с половиной миллиметра рукоять кавказский орех сталь аус 8 та самая восьмерка кизлярская которая стоит у них серийкой на большинстве ножей поэтому очень легко отличить если вы берете нож о о пп кизляр и там не стоит дополнительно на клинке марка стали то можете быть уверены что по умолчанию стоит у них аус 8 сталь если стоит какая-то другая сталь то они обязательно пишут на клинке все очень просто когда этот нож у меня еще не попал на кухню на нем была вот такая вот наклеечка с помощью которой наконец-то кизляр начал бороться с подделками я вас призываю искать ножи скажем производства уже этого года вот с такими вот наклеечками плюс на сайте кизляр точка ру есть описание документации которая идет к каждому ножу как она будет выглядеть и так далее так далее опять же где камрады сказали но что такого как говорится взял купил таких наклеек рулон наклеил и без проблем можно также подделать продолжать не соглашусь почему не соглашусь потому что когда вы где-то у себя в гараже там в кизляре клепаете ножи которые являются копиями кизлярских ножей именно того самого ооо пп кизляр и вам скажем кидают какие-то претензии вы можете себя сказать слушаю но я так вижу я я так я так думаю то есть изменить там буквально рукоять на миллиметр линию режущей кромки на полтора градуса и уже сказать ну похоже все наши похожи здесь все-таки уже более-менее есть за что зацепиться в случае именно каких-то скажем каких-то именно вот правовых претензий если нож сопровождается документами если нож сопровождается какими-то именно паспортами сертификатами на которых стоят печати и подписи сотрудников и так далее то это уже прямой как говорится подлог ну не будем развивать эту тему в общем в любом случае я только за то что кизляр пошел вот этой вот дорогой он начал хотя бы хотя бы первые шаги делать по защите каких-то своих интересов от копирования и почему я так за это вот этому сильно радуюсь потому что как я говорил на одном из кухонных своих монологов я считаю продукцию компании ооо пп кизляр совершенно адекватный по качеству это может быть не вылизанные ножи это может быть не супер отличное качество но за те деньги которые они требуют за ножи 1300 1250 рублей за этот нож ребята вот с чего нужно начинать не с того удобно или неудобно там будет колоть или не колоть обух и какие-то вот моменты обсуждать нет первое это цена цена этого ножа это чуть дешевле чем бесплатно как я говорю так вот именно исходя из ассортимента этого производителя исходя из того качества которое он предлагает за те вот самые деньги я искренне совершенно считаю ооо пп кизляр народным российским ножом компании которая производит народный российский нож знак качества понимаете то есть это вот то самое что практически любому по карману и совершенно достойно по исполнению поэтому в отличие от каких-то там там я не знаю сестер узкорековых которые бьются бьются и никак не добьются потому что действительно у них цены там нож стоит как половина авианосца здесь я считаю совершенно правильным защищать этого честного производителя от каких-то подделок которые плюс же насколько вот расследование все продолжается мое насколько я уже успел узнать они используют совсем пластилиновую сталь то есть уж насколько восьмерка мягкая а там все совсем плохо и делают те же самые ножи и практически под таким же но очень похожим логотипом поэтому молодцы в общем что сделали все извиняюсь за такое долгое вступление но стоит стоит действительно об этом поговорить и так коробочка такая вот у нас узенькая аккуратно небольшая здесь название ножа канцлер и заклеен такой вот переливающийся тоже наклеечкой ножны ножны доставляют человек который придумал эти ножны молодец молодец здесь такая вот идет у нас выборка на рукояти и ровно по эту выборку нож встает в ножны вытряхнуть его просто невозможно никакими силами никакими способами вы нож не вытрясите из ножек предусмотрен такой аккуратный грибочек расширение концу рукояти с помощью которого очень удобно доставать да в принципе рукоять несмотря на то что нож совсем небольшой тоненький рукоять настолько длинная что его в принципе удобно также и за середину рукояти доставать сами по себе ножны очень аккуратно сшиты и отличаются дело даже не в том что они отличаются там в лучшую или в худшую сторону от традиционных ножен производства кизляр а в том что кизляр практически на все свои ножи ставит одни и те же ножны это или вот такие или чуть чуть побольше ну и плюс у них есть тактические варианты то есть как-то вот хотелось уже чего-то нового хотелось какого-то свежего решения потому что да замечательные ножны традиционно у них и служит верой и правдой как говорится но вот здесь что-то новое и мне это нравится мне это очень по душе специально у нас идет такая широкая полоса кожи которая не только служит местом крепления вот этой вот клипсы но и защищает нашу ореховую рукоять от каких-то истираний царапаний и воздействий со стороны вашего ремня надевается нож буквально на раз с помощью вот этой клипсы и ну как как-то честно говоря внутрь его за ремень ставите я не вижу никакого смысла также нет никакого здесь варианта горизонтального подвеса но может быть конечно если вот за эти петельки ремня вдоль ремня опустить но все равно есть риск потерять нужно получается у нас как бы праворукие почему потому что если они вот справа у нас нож стоит то именно традиционно вы достаете сразу же вот обычным хватом под правую руку но если вы ставите на левую руку то то получается слева я имею ввиду носите то получается что вас режущей кромкой вперед нож достается не знаю удобно это или неудобно с учетом того что это не какой-то там ужасно хавый тактик боевой нож монгольских там морских котиков совершенно не принципиально на мой взгляд спокойно достал с той стороны с которой удобно спокойно начал работать что левша что правша такая вот конструкция клипса достаточно мягкая то есть лучше конечно за этим моментом следить ну скажем так для ножен она в меру тугая но если брать именно вот как вот я привык оценивать жесткость клипсы например складного ножа то она конечно же мягкая в общем в общем супер очень красиво очень нарядно дальше перед тем как вот с ножными мы разобрались перед тем как дальше говорить я могу сказать что в целом этот нож он какой-то вот удивительный я его до сих пор не понял да я сказал что он по моему мнению несет какой-то запас прочности для маленького ножа для выхода там куда-то на природу там за грибами и так далее так далее но вот тактильные ощущения от него просто великолепный просто замечательный знаете сразу же какая-то ассоциация идет с там я не знаю здесь жесткой палочкой или с палочками которыми вот вы кушаете там суши или какие-то вот китайские или японские блюда вот примерно так же он в руке сидит то есть конечно прямой молоточный хват вот я беру своей немаленькой рукой я практически рукоять не чувствую она действительно тонкая если я беру каким-то фехтовальным диагональным хватом то уже четче чувствуется такая вот но есть осознание того что в руке такая пика именно плюс ну ладно не будем говорить о какой-то там собары самообороне с помощью этого ножа потому что ну по большому счету любой предмет в умелых руках может сыграть известную мелодию сами знаете но в любом случае это кусок металла заточенный который именно за счет своего узкого клинка имеет просто велик они великолепнейшие назовем так пенетрационные свойства то есть укол ну чего-либо и или кого-либо с помощью этого ножа он будет просто шикарен почему то что у вас практически такой вот на безобидной рукояти стилетный клин не по форме но по содержанию орех орех хороший материал теплый и правильно что они сделали с орехом этот нож не с каким-то там элостроном и так далее так далее потому что такие ножи вот в нем угадывается все равно вот эти капказские мотивы они должны быть с натуральными материалами на рукояти очень быстро это все дело у вас даже не облезет а вот именно уйдет вот это вот покрытие она станет светлее и будет все светлее и я вам скажу что в конце концов орех становится практически таким ну очень светло-бежевым не по не по ощущениям именно тактильным а вот именно по цвету по виду он приобретает такой благородный такой затертый белесый цвет полгода осталось даже не полгода осталось до окончания нашего эксперимента с ножом кизляр боровик этот не боровик охотник м который у меня сейчас постоянно живет на кухне несмотря на то что это восьмерка несмотря на то что это скажем не кухонный нож я им работаю время от времени мою его только посудомоечной машине и вообще не затачу вообще он уже честно говоря конечно но без полета мысли но режет в общем к охотнику мы вернемся но суть в том что там такая же в точности была вот такого цвета ореховая рукоять и сейчас от мойки в посудомоечной машине а стала практически белый уже и хуже от этого не стало вот честное слово он стал прям такой вот заслуженного такого цвета нет каких-то здесь сильных там брюшек каких-то изгибов спинки нет прямая лаконичная тонкая рукоять с вот такой вот не назовешь это выемка это именно выборка потому что она не уходит никуда дальше то есть рукоять конечно же совершенно травмоопасно если только не считать именно такой вот хват когда вы просто упираете конец рукояти себе в центр ладони для того чтобы нанести какой-то укол обратный хват просто шикарнейший не для работы но опять же если какие-то тычки наносить у вас полностью зафиксировано это пика в руке когда я делал кухонный тест с этим ножом я также вот стоял на камеру выпендривался крутил очень кстати именно мне нравится вот здесь я надеюсь что сейчас я не уроню если вы держите нож обычным хватом переход в обратный хват просто очень быстро делается то есть именно за счет того что у вас такая тонкая рукоять и сейчас просто действительно боюсь его еще раз уронить буквально вот между большим указательным пальцем проворачиваете вот об все готово к делу так вот пока я стоял выпендривался я взял и конечно же его как же это показать то нормально лично конечно же его я уронил уронил на кафель и самый-самый кончик я надеюсь что сейчас будет видно видите да мне кажется что сейчас видно видите самый-самый кончик загнулся но вот это действительно самый-самый что ни на есть вот я думаю что сейчас очень хорошо видно самый-самый вот кончик ножа при прямом вот таком вот падение на плитку не буду говорить что мне сказала по этому поводу моя самая мудрая и добрая половинка на тему моих рук на тему того что это этой плитки не так много лет и на тему того что она вообще думает о моем увлечении ножами моем хобби прямые спуски от обуха надпись канцлер с одной стороны с другой стороны у нас кизляр дружок кизляр сделано в россии то есть как я уже говорил это означает что здесь на клинке у нас восьмерка и традиционное толстое сведение нож сведен действительно достаточно для такого аккуратного для такого изящного инструмента толсто но повторю опять же когда-то мною сказанную мысль что я бы не хотел чтобы кизляр что-то менял в плане вот заточки в плане сведения почему потому что видал я совсем аккуратненькие кромочке которые нихрена не режут у ножей о о о о по кизляр кромки как у топоров и они режут все они нормально работают а за свои деньги они вообще великолепно работают скажем так поэтому я лично отношусь к этому философски но кто-то смеется во сне кто-то храпит кто-то любит там я не знаю почесываться и можно к этому относиться как к раздражающему фактору а можно относиться как просто к особенности фенечки вот фенечка кизляра именно в том что всегда у них ножи сведены скажем так грубовато но совершенно нормально при этом работают фокус сегодня у нас где угодно но только не там где ему требуется быть вот так выглядит у нас кромочка опять же кончик после падения ну результат мне понравился наверное все полированный такой вот у нас клин я считаю что этот нож очень интересный он такой ловкий он действительно такой замечательный в плане какого-то управления он нифига не весит его всегда можно бросить повесить себе какого-нибудь монстра если мы говорим о кизляре то можно повесить там хоть холодный самсонов или dv2 или то же самое милитари или ту же самую колыму первую или бургут если уж совсем там идти катран а этот нож спокойно положить рюкзак он дойдет с вами до места стоянки сделает всю работу катран будет гордо гордо висеть у вас на поясе в общем повторю еще раз тысячу двести пятьдесят тиры тысячу триста рублей это совершенно нормальные деньги для того чтобы познакомиться с этим вот изящным интеллигентным с красивыми ножом спасибо вам за просмотр всего доброго что все из Продолжение следует...